здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас холодно за бортом плюс 4 градусов впервые сегодня в этом осеннем сезоне загорелась лампочка очень индикатор того что за бортом низкая температура то есть зима уж близится и никуда от нее не деться хотя в принципе можно взять машину и с ветерком за дня два наверно доехать от монреале до майами и лежать там кверху пузом на берегу море карибского практически на поездки дня как раз вопрос по поводу сша вопрос по поводу того нужно ли людям которые живут в канаде в качестве резидентов делать те же самые телодвижения с визами что и те кто живет те кто живут непосредственно себя дома в частности нужно делать отпечатки в принципе вопрос на самом деле надо трактовать шире опять же по этому поводу я давным-давно уже делаю видео я говорил о том чем отличается процесс получение визы для тех кто живет в канаде для тех кто не живет в канаде собственно просто в очередной так сказать китайский раз для тех людей которые недавно на канале и которые вероятно не могут разобраться с тем что там у нас плейлистах хочу сказать что процедура тех людей которые подаются на визу из дома и на тех которые и для тех кто подается на визу из из канады она никак ничем не отличается ну за исключением что говорят более благожелательно воспринимают аппликантов в том плане что не такой большой процент отказ что касается всего остального то есть заявление регистрация на на сайте посольства чтобы выбрать время и день когда вам удобно чтобы вы пришли на интервью отпечатки пальцев описание ваших маршрутов куда вы едете зачем вы есть так далее все это абсолютно то же самое что было бы дом то есть ничего здесь отличного нет единственное отличие я уже говорил в предыдущих видео на эту тему что у вас в визе будет информация о том что вы являетесь резидентом канады то есть я не знаю надо найти мой паспорт российский там у меня была американская виза и просто сделать фотографию наверное или не надо ну короче говоря в визе есть такая надпись что носители владелец этой визы являет резидентом канады все . все остальное все то же самое что дома никаких отличий никаких послаблений ничего остального и опять же когда вы будете проезжать американскую границу первый раз вас остановят скажут выйдите пожалуйста из машины дорогой господин дорогая госпожа пройдите пожалуйста в будочку в водочке будет сидеть несколько раз веселых американских пограничников которые опс автобус вот видите авто восстановился у него сгорает огонечка огонечки появился такой красненький арей соответственно надо не менее пяти метров чтобы было нельзя двигаться если двигаться будешь что там какие-то очень серьезные нагоняи а я я и и в общем лучше не связываться будет большие проблемы ну вот и соответственно эти веселые пограничники они возьмутся вас отпечатками заплатить 6 долларов за за получение там белой бумажки который вам вхреначат в паспорт и на этом все закончится и вы поедете собственно в америку или не поедете так что вот такие вот процедурные вещи до всем откланиваюсь всем хорошего дня и пока пока